Привет, родные! С вами снова Олег Боков. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему, как лучше читать Библию. Самое первое и самое основное это то, что к Библии нужно относиться реально как к Слову Божьему. Все, абсолютно все, что там написано, от бытия до откровения, это то, что писалось людьми, но под особым вдохновением Господа. И поэтому там нету никаких легенд, там нету никаких небылиц, сказок. Все написанное там абсолютно истинно. Если ты действительно в это поверишь, то написанное там и прочитанное тобой, оно будет изменять твою жизнь, реально изменять. Если же ты будешь относиться к этому просто как к какой-то истории или обыкновенной книге, ну, ты обогатишь свое знание где-то в чем-то, но изменения в жизни навряд ли последуют. Так как Библия это по-настоящему особенная книга, то и относиться к ней нужно особенно с благоговением. Не читайте ее в каком-то неподобающем месте. Найдите особенный какой-то укромный уголок, чтобы вам было тихо, уютно, комфортно. Сосредоточьтесь на Писании. В самом начале рекомендую помолиться. Просто обратиться к Богу с молитвой, чтобы Он открыл ваш разум для понимания того, что там написано. Он действительно будет влиять своим святым духом, и вы начнете узнавать невероятные, потрясающие вещи. Многие начинающие утверждают, что Библия слишком тяжелая книга. Стоит начинать читать с Нового Завета. Это такая простая рекомендация, которая будет вам очень полезна. Начинайте с Евангелия от Матфея, например. Если вы сталкиваетесь с такими моментами, как родословные, это перечисление имен непонятных для вас, можете пропустить, чтобы не терять вдохновение. Выбирайте самое лучшее время для чтения. Лично для меня и для многих моих друзей это утро. Раннее утро, когда еще вас ничто не отвлекает, когда вы еще не успели погрузиться в эту суету. Поэтому утром вы только проснулись. Можете принять душ, чтобы до конца уже прийти в себя. Это открывайте Слово Божье и начинайте читать. Чаще всего читают Библию в полной тишине. Лично мне это тоже близко. Хотя порой иногда бывает настроение такое, либо просто внутреннее ощущение, когда хочется читать под музыку, под приятную тихую музыку. Скачайте особенный плейлист, молитвенный такой, знаете. И действительно иногда это помогает вам почувствовать Бога ближе. И вы можете сказать, послушай, ты столько говоришь про всякие ощущения, про чувства, про то, что Бог будет каким-то особенным образом прям влиять на твою жизнь сразу. А если я ничего этого абсолютно не ощущаю, что же делать? Хочу признаться, что особые какие-то чувства, прям особые такие, знаете, они будут далеко не всегда. Я очень давно уже читаю Библию, и порой это бывает просто ради принципа. Если вы ради принципа начнете читать каждое утро, то, поверьте, придут в свое время и чувства. Это факт. Это проверено на практике очень многих людей. Я всегда пользуюсь обычными цветными карандашами для того, чтобы делать важные заметки для себя. Я выбираю даже разные цвета с особым значением каждого цвета. В синем я подчеркиваю тексты, которые для меня непонятны. Если это желтый карандаш, это текст, который особо близок для меня сейчас. Можете определить для себя свои цвета, и поверьте, потом для вас это будет очень здорово, когда вы будете перечитывать вновь, открывать Писание и смотреть на те тексты новыми глазами. Плюс так намного проще найти тот текст, который вам близок, который вы хотите сейчас вот вспомнить, кому-то почитать. Очень здорово, попробуйте. Особое преимущество для тех, кто просто того, как почитал Библию, не торопится сразу бежать в суетные будни. Просто остановись несколько минут, поразмышляй. Помолись Богу, чтобы помог тебе применить в жизни те принципы, которые ты прочел. Ты можешь читать буквально по несколько текстов за раз. Можешь читать с целыми главами, чтобы прочитать Библию за год. Есть очень хорошее приложение, ее version, которое поможет тебе классно, интересно читать Библию. Я обязательно ссылку оставлю в описании. Самое главное, дорогой друг, это действительно постоянно, каждый день читать Слово Божие. Это то, что изменило в мою жизнь, я верю, изменит и вашу. Обязательно оставляйте в комментариях, что вы думаете по поводу вот этих советов. Помогут они вам или нет? Какой больше всего понравился? Пишите свои рекомендации, советы. Мне будет очень интересно это прочесть, правда. Подписывайтесь на канал, буду очень рад дальше идти с Богом по жизни вместе с вами. Субтитры сделал DimaTorzok